Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Настя. Мой канал в основном о волосах, поэтому сегодня я вам расскажу, скажем так, такие советы, рекомендации, то, чего стараюсь придерживаться я для того, чтобы волосы выглядели замечательно, прекрасно, ухоженно. И это, кстати, именно те советы, которые каждая сможет начать придерживаться уже сегодня. Ну а перед началом этого ролика я попрошу подписаться на мой канал и поставить палец вверх, для того, чтобы YouTube лучше продвигал мои видео и чтобы больше людей увидели полезные, классные рекомендации. Ну и первая рекомендация. Я думаю, что уже практически все этого придерживаются, но на всякий случай скажу, потому что в детстве я совершенно об этом не знала и просто регулярно это делала. Я засыпала с мокрыми волосами, с мокрыми либо влажными, и я никогда не завязывала их в косичку или не надевала шапочку. Сейчас я просто ощущаю, когда я могу очень редко, но все-таки такое случается, уснуть без косички. И я на утро ощущаю, насколько сильно мои волосы спутываются и какими они становятся сухими. Потому что вот это вот механическое воздействие, то, что волосы во сне трутся, а подушку, они запутываются между собой. Где-то, я не знаю, вы на них легли, потянули и так далее, это все очень плохо сказывается на их качестве. Поэтому это самый такой, наверное, легкий совет, но иногда просто бывает лень, но, знаете, это правда очень важно и очень влияет. Я думаю, что если вы начнете прямо сейчас придерживаться этого совета, если еще никогда этого не делали, то через месяц ваши волосы будут выглядеть намного лучше. И следующее, это я начала делать только, наверное, пару лет назад, но это намного сократило расходы моего шампуня. Это то, что наносить шампунь нужно только на кожу головы, то есть только на корни. То есть вы его наносите, распределяете по корням, и вы даже пену, которая образуется, вы не наносите на длину. Вы можете мыть голову вниз головой в ванной, либо вот так обычно в душе, и просто та пена, которая будет стекать по вашей длине волос, ее будет вполне достаточно для того, чтобы ее промыть, так как в основном она не нуждается в прям промытии сильным, в сильном промытии шампуня. Поэтому за счет этого волосы не пересушиваются, и их качество становится лучше. Также после мытья волос я стараюсь всегда их ополаскивать. Вот уже когда полностью я смыла с волос шампунь, я стараюсь ополаскивать их прохладной водой. И также, когда смываю кондиционер, я тоже смываю его теплой водой. Никогда я не мою их горячей водой или такой, вы знаете, на грани. Всегда стараюсь вот, чтобы она была комфортная более-менее, но последний раз я смываю всегда чуть-чуть такой вот прохладненькой водой. Тогда чешуйки волос закрываются, и волосы выглядят намного лучше. Насчет кондиционера и маски. Я всегда стараюсь наносить их на чуть подсушенные полотенцем волосы. То есть я промыла их шампунем, беру полотенце и немножечко как бы их либо заматываю, буквально на там 3-5 минут, это вот максимум. Потом снимаю это полотенце и уже наношу кондиционер. Кондиционер я использую каждый день после каждого мытья волос, а маску где-то раз в неделю. Кстати, это тоже очень такой экономичный совет, потому что, когда вы наносите на супер мокрые волосы кондиционер или маску, то она просто стекает, и она просто не действует на ваши волосы таким образом, каким нужно. То есть она очень сильно разбавляется с водой. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша маска или ваш кондиционер действовали на ваших волосах на максимум, на 100%, то обязательно либо хотя бы немножко промакивайте вот так аккуратно полотенцем волосы, либо заматываете на пару минут, и потом также наносите кондиционер или маску. И я также их всегда оставляю на пару минут буквально, никогда не хожу супер долго. С маской могу, я не знаю, максимум 20 минут, раз в неделю, раз в две недели, и всё, этого вполне достаточно. Следующий совет, это тот, который летом, например, у меня не всегда получается придерживаться, но всё-таки я очень сильно стараюсь. Это не сушить волосы естественным путём. То есть это очень странно. Если буквально пару лет назад все демонизировали фен, говорили, что нужно от него отказываться, то сейчас все пришли к тому, что когда мы не сушим волосы, и они сушатся естественным путём, мы ведь не просто вот стоим, да, и ничего не делаем в это время, а мы всё-таки что-то делаем, и волосы, они могут контактировать с чем-то, то есть это не идёт им на пользу, потому что они в мокром состоянии, тем более, когда мы ложимся спать или там куда-то можем прилечь, или что-то сделать, там, не знаю, с чем-то соприкасаемся, в общем, с мокрыми волосами, они в таком состоянии очень подвержены, я не знаю, всему, подвержены тому, что они будут портиться, как-то рваться, сечься, то есть они очень уязвимы в таком состоянии. И для того, чтобы минимизировать какие-то повреждения наших волос, лучше их высушить сразу, не на максимальной температуре, но обязательно сушим, и здесь, кстати, тоже у меня действует такое правило, мы высушиваем волосы, и когда они уже практически полностью сухие, я досушиваю где-то на 90-95%, я потом их досушиваю уже холодным потоком воздуха. Также всегда, пожалуйста, старайтесь использовать термозащиту, это очень важно, но выбирайте хорошие бренды. И термозащита это такое вот средство, которое ты не сразу поймешь, защищает ли оно волосы, то есть спустя, я не знаю, наверное, пару недель, может быть месяц, посмотрев на свое состояние волос после вот такого продолжительного использования термозащиты, мы можем сделать выводы о том, действует ли эта термозащита или нет. Но единственный способ вот так вот не пробовать каждую термозащиту, это просто покупать проверенные бренды, читать на сайтах, где мы заказываем косметику, отзывы, наверное, это все, что мы можем сделать. А так, конечно же, все равно каждое средство нужно подстраивать от себя, и всегда, когда я ищу что-либо, я не знаю, уходовую косметику, декоративную косметику, что угодно для волос и так далее, я всегда, когда покупаю что-то новое, всегда это может быть провал, а может быть и какая-то полезная классная находка. Поэтому у меня очень много было средств, которые я покупала, я смотрела отзывы, но мне это не подошло, и мне просто это не нравится. И сейчас оно вот так вот лежит. И это просто, конечно, наверное, самая большая боль. А также, если вернемся к сушке волос, то я стараюсь всегда сушить волосы по секциям. То есть я разделяю их на две секции. Возможно, у тех, у кого более густые волосы, вам лучше разделять их на несколько секций, но у меня в целом достаточно вот на две. Я разделяю, получается, верхнюю часть волос от нижней, и сушу сначала вот заднюю часть, а потом уже верхнюю. Это для того, чтобы вот эти вот волосы, верхняя секция, она не пересушивалась, так как потока воздуха не хватает для того, чтобы подсушить вот ту часть, которая нижняя, которая находится за вот этой вот верхней, вот здесь вот внизу. И поэтому мы сушим дольше, но при этом прямые потоки воздуха теплого, они идут на вот эту верхнюю часть. И в то время, когда нижняя часть еще влажная, еще нуждается в том, чтобы ее досушили, то верхняя, она в это время пересушивается. И поэтому это тоже очень важно. А это была первая часть видео о том, как ухаживать за волосами. Самые элементарные советы, которые вам помогут отрастить красивые, классные волосы. Не забывайте подписываться на мой канал, для того, чтобы посмотреть вторую часть. А я вас целую. И до новых встреч!